Еще в конце прошлого года Инстаграм проанализировал поведение своих пользователей и джензеров и постановил, что в 2022 году одним из главных трендов в социальных сетях станут Dark Academy, это старинные библиотеки, мрачные препи и гос. Все, что приходит нам на ум при слове готика. На сегодняшний день у хэштега Dark Academy в TikTok 3,3 миллиарда просмотров, а у гос 15 миллиардов. Хэштег готики абсолютно не новый, но его показатели за этот год увеличились практически в два раза. В Питерест тоже о чем-то догадывались, и уже в начале 2022 года аналитики платформы предсказали тренд на готику, зафиксировав подскочивший аж в 90% интерес к стилю, который там называют Wednesday Addams идет в офис. Речь о белых воротничках и том самом мрачном препи. В общем, тех образах, которые прямо сейчас демонстрирует на Netflix Тимбертоновская Wednesday в исполнении Дженны Артега. А ведь первый тизер мы увидели только в июне 2022 года. Всем привет, с вами Юля, я дизайнер бренда Julia F, и это мое традиционное видео о трендах, в этот раз на весну-лето 2023. Что же нас ждет и почему это будет в моде? Я не зря начала это видео с аналитических данных таких визуальных площадок, как Инстаграм и Пинтерест. А почему видео про тренды 2023 года, а речь о 2022? Ровно как и в выборе цвета года от Pantone, так и в одежде дизайнеры не просто решают, так сейчас вот это будет в тренде, а строят свои коллекции на таких же аналитических данных. Ведь, конечно же, они хотят быть услышанными, и чтобы их одежду покупали. Если вы до сих пор мне не верите, вот вам еще одна тема для размышления. Вот почему все знаменитые бренды, такие как Gucci, Chanel и так далее, презентуют на своих показах похожие тренды. Например, делай акцент только на леопардовый принт, или делай акцент на откровенное мини. Неужели представители этих модных домов собираются где-то вместе и решают, так вот сейчас будем делать именно такие тренды? Ну, конечно же, нет. Если вам интересно, что такое Pantone и как они выбирают цвет года, рекомендую вам посмотреть вот это вот видео, ссылку на него найдете в описании. Вернемся к Dark Academy и Гос. Это веяние стало набирать обороты еще в начале 2022 года, но на показах осень-зима 22-23 на этом не делали никакого акцента, зато предстоящими весной-летом 23-го мы часто будем наблюдать, что Wednesday Addams идет в офис. Это черное платье и белые воротнички. Кстати, если вам понравился этот новый сериал от Netflix, рекомендую посмотреть вам видео, в котором я рассказываю, какие реальные бренды одежды можно найти в гардеробе главной героини сериала. Для создания этого ролика я посмотрела показы Versace, Chanel, Celine, Balenciaga и другие. Ссылки на эти показы оставлю в описании, вдруг, если вы захотите посмотреть эти шоу полностью. И начну, пожалуй, с главного цвета года по версии Pantone. Viva magenta, что в переводе с испанского означает «да здравствует пурпурный». Закрепили, а теперь продолжаем с самыми модными цветами предстоящего сезона. Модные дома продемонстрировали нам достаточно уютную палитру. Чёрный, белый, бежевый, коричневый, синий, зелёный. Всё так, будто это осенние показы. Из всего этого спокойствия явно выделяется жёлтый цвет. И не приглушённый, а достаточно яркий оттенок. Безусловно, он пойдёт не всем, но, если честно, то действительно выглядит свежо. Пусть жёлтый был цветом 2021 года, однако я не помню, чтобы он дошёл массово до народа. Нам будто бы закинули удочку тогда, чтобы на сегодня мы уже не боялись этого яркого цвета. Оттенки бежевого всегда выглядят очень дорого. Это натуральный, мягкий, интересный цвет, классический. Можно сказать, он между чистым белым и мрачным чёрным. Этот цвет очень круто сочетается со многими другими, а Total Beige выглядит максимально эстетично. Белый цвет также в большом количестве был представлен на подиумах. На этот раз чёрный просто заполонил показы. Либо чёрные элементы, либо Total Black. Всё это как раз навеяно духом готики, с которой я не зря начала это видео. Почему так произошло? Почему нас поглотил мрак? Возможно, чтобы мы не повязли в Barbie Core. Кстати, Валентина от Pink PP стал одним из главных трендов 2022 года. И они выбрали и зарегистрировали за собой этот цвет как бирюзовый цвет Tiffany. И на показе Валентина около 45% людей в зрительном зале сидело в розовом цвете. Возможно, я полагаю, для того, чтобы поддержать бренд. Оттенки красного, безусловно, тоже были представлены на подиуме. Не зря же Pantone объявил Viva Mahenta цветом года. Тёмный коричневый, который напоминает горький шоколад. Сам шоколадный оттенок с нами уже несколько сезонов, но если раньше на показах он выделялся как жёлтый, то теперь этот цвет относится к классической палитре и составляет немалую часть образов дизайнеров. Ну и цвета, на которые я обратила своё внимание, это тёмный синий и тёмный зелёный. Это веяние я назвала бы викторианский романтизм. Те самые оборки, рюши, манжеты, воротнички и, конечно, чаще всего в контрастных чёрно-белых цветах. Ещё сюда относятся корсеты. Самое время вспомнить про Уэнсдэй идёт в офис. Я бы эти образы ещё в некоторых случаях назвала монашескими. Это когда крой лаконичный и в чёрном цвете, а какие-то детали типа воротника белого. Накладные карманы в стиле сафари. На этот раз карманы не только на верхней одежде, но и на брюках и даже на коротких топах. Очень много образов, которые не то чтобы подчёркивают фигуру, не то чтобы по фигуре, а будто бы обволакивают тело. Это такие костюмы, как для дайвинга, я бы сказала. У бренда Коперни вообще было шоу. Обнажённую Беллу ходит опрыскивали чем-то, а после это превратилось в платье. Этот фрагмент в своё время разлетелся по всем пабликам. Что для женщин, что для мужчин, шорты прямого силуэта представляли нам различные домомод. У Шанель, безусловно, были и шелковые, с кружевными оборками, будто бельевые. Очень женственно смотрятся платья, брюки и верхняя одежда в пол. Увы, но этот тренд всё ещё пока будет с нами. Я его придерживалась в 2000-х, когда это было в тренде, но я была ещё ребёнком. На сегодня я всё же выберу комфорт, и чтобы можно было не париться, присаживаясь или нагибаясь. Так или иначе, мы с вами видим большое количество бедровок, как это когда-то называли. Практически у всех были майки-алкоголички. Подозреваю, что это связано со следующим. В предыдущем своём видео я говорила, что в моде снова женственность, а эти пижамные спортивные оверы уходят. Так вот, футболка – базовая вещь, и теперь явно её заменяют на майку, которая и по фигуре, и части тела открыты. Струящийся и отражающий свет ткани использовали многие дизайнеры. Такие ткани, как атлас, которые были в тренде в сезоне осень-зима, перекочевали и в сезон весна-лето. Также наблюдались акценты из латекса. Прозрачные. Тоже не новый тренд, перешедший из прошлых сезонов, только на этот раз ещё прозрачнее и ещё откровеннее. Кружевные и вязные. Это как альтернатива прозрачному. Также здесь заложен готический викторианский смысл. Сюда же отнесу вязные мотивы, где эта вязка либо создаёт объёмный узор, либо выглядит как кружево. Если вы думаете, что блестящие ткани только для Нового года, модные дома нам сообщают и демонстрируют, что такие вещи будут популярны и после. Если качественно подобрать тип изделий себе в гардероб и уметь сочетать с повседневными вещами, вы точно будете притягивать к себе взгляды. Ну, тут уже не охота что-то объяснять, это уже давно было с нами, и пока что так и будет. Так что, если вы думали, что перья на рукавах это быстрый тренд, как жемчужные заколки, не парьтесь, если хотите, покупайте. Либо много-много, как у Шанель, либо это реально какие-то супер объёмные серьги, браслеты, много крестов. Платформа не только остаётся, она всё увеличивается в своих размерах, но выглядит это красиво и добавляет хрупкости образу. Если я говорю чулки, а не колготки, значит, я явно видела начало этих чулок. Версачи и Дольче показывали нам очень откровенные образы, хотя я не скажу, что это выглядит супер пошло, а потому, что это не выглядит дёшево. Безусловно, если представить девушку на улице в откровенном мини, где явно видно, откуда идут чулки, у нас 100% возникнут какие-то вульгарные ассоциации, но на подиуме это выглядит красиво, как от кутюр, как будто бы эти чулки это как вишенка на торте из готического викторианского стиля. А вот на что я точно обратила внимание, это гольфы и на мужчинах, и на женщинах. И самое удивительное, они прозрачные или в сеточку. Такой аксессуар нужно уметь носить, уметь миксовать, ровно как можно выглядеть модной, точно так же можно показаться смешной. Все эти детали в сочетании с фасонами и доминирующими цветами навеивают готическое викторианское настроение. И тут я впервые хочу сказать, что такая готика мне по душе. Она очень эстетичная, а не ужасающая. После просмотра показов у меня осталось хорошее впечатление, и я уже с предвкушением жду будущую весну. На этом я завершаю свое видео, буду благодарна вам за вашу поддержку в виде лайка и подписки. Всем хорошего настроения и пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok